Мои коллеги-видеооператоры часто обижаются, когда я прошу взять дополнительное оборудование или задаю уточняющие вопросы. Сегодня было безумно приятно работать, потому что в гостях у этого человека мы не просто снимали, мы еще и учились. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, один из лучших кинооператоров Валерий Борисов. Сегодня я принципиально не хочу много говорить. Моя главная цель – показать то изящество, гибкость и практически магию такой профессии, как оператор кино и телевидения. Она всегда была и будет покрыта ореолом таинственности, и неудивительно, она сплетена из десятка технических наук и знаний оператора в самых разных областях культуры и искусства. И вряд ли кто-то в Рязани расскажет об этом лучше, чем Валерий Борисов. Вот скажем, мне это, наверное, давалось годами. Вот то, что я шел к профессии через литературу, через музыку, через живопись, через изучение лучших образцов киноискусства, отсмотром постоянных программ, документальных фильмов. А есть, которым этот дар дается, как говорят, в профессии от печени. Профессия оператора во многом похожа на работу художника. Конечным результатом их труда становится изображение, ограниченное границами кадра или рамы холста. Валерий Борисов застал те времена, когда от людей его профессии требовался прежде всего вдумчивый подход. Когда цвет, звук и освещение казались чем-то невероятным, и это так и есть по сей день. Весь секрет в том, как показать. Ты иногда смотришь материал, в общем-то, как будто снятый вполне прилично, то есть, как говорится, и в фокусе все, и в экспозиции, а он на тебя не производит никакого впечатления, потому что оператор не увидел какие-то яркие детали. И картинка достаточно банальная. Вообще, я очень люблю верхнюю точку, потому что она сразу как-то в материале, когда начинается с верхней точки, вводит, так сказать, в предлагаемые обстоятельства существование твоих героев. Телеоператор – одна из главных профессий на телевидении. Его глазами зритель видит и президента России в рабочем кабинете, и запуск космического корабля, и открытие чемпионата мира по футболу, и конкурс Евровидения. Камера Валерия Борисова снимала Фиделя Кастро на берегу Байкала, проигравшего выбора Даниэля Артегу в Никарагуа, Жохара Дудаева в Грозном, накануне начала Первой Чеченской войны, Милорода Павича в Белграде. Он добирался в такие точки мира, о которых мои коллеги и не мечтают. Это я снимаю в Братске, фильм про собаку, которая очень любила своего хозяина, мальчика, который учился в пятом или в шестом классе. И вот мальчик приходил в школу, а собака шла с ним вместе, утром провожала его, и потом она у школы ждала его, пока не закончатся уроки, и вместе они возвращались домой. И такие вещи показать интересно еще сложнее, чем грандиозное событие. Любил и люблю очень силуэтные композиции на контровом свете. найти нужный кадр, нужный ракурс, нужную точку съемки, сверху, снизу, там, с уровня глаз. Вот, то есть, это целый комплекс задач, которые стоят перед оператором. Вот, видишь, это мой ассистент, Володя. Вот, мы снимаем с ним с воды, из воды снимаем, а там наши герои, они на бережку сидят. Ну, поиск кадра, поиск точки съемки. Телевидение всегда было искусством многожанровым, начиная от съемок простых сюжетов, очерков до сложных постановочных передач и крупномасштабных проектов. Сколько же воспоминаний хранят его семейные альбомы? Скажем, я общался с удовольствием с одним из самых лучших, на мой взгляд, оператором современных нашего российского кино, Клименко Юрия Викторовича. Вот, скажем, ну, если говорить, вот, с учителем он снял последнюю работа, его восьмерка была, с Германом он снимал его последнюю картину «Трудно быть богом». Это фантастически интересная и сложная по съемкам работа. Вот, и он, вот, мы с ним не просто очень, как профессиональному человеку, тоже было очень интересно с ним общаться. И он говорит, что он, скажем, перед съемкой какой-то картины, и вообще постоянно он ходит в музеи, на выставки, в картины и галереи. Вообще, вот я помню, я поступал в свое время во ВГИК, я среди ночи меня подними, я мог отличить стиль любого художника. Это все равно в нас откладывается, откладывается вот такая визуальная культура. И представьте себе, за неимением выставок Валерий Борисов и его коллеги скрупулезно изучали обыкновенные открытки. Благо, тогда их выпускалось много. Он из тех, кто не имел права на плохой кадр, хотя бы потому, что просто могла закончиться пленка. Вот эта интересная фотография, здесь Юрий Зельский, бывший генеральный секретарь Компартии Польши, потом наш министр обороны. Это открытие памятника советско-польской дружбы в Рязани. Наверное, ему повезло. Он имел возможность профессионально расти вместе с развитием кино и телевидения, где была особая дисциплина и ответственность. Он был еще ребенком, когда в Симферополе стал свидетелем съемок художественного фильма «Третий удар», который был посвящен знаменитой битве за Крым. Отучившись два курса в Одесском институте связи, Валерий Борисов вернулся в Симферополь. Там как раз открывалась студия телевидения. Мой герой отправился туда и с порога заявил «Хочу быть оператором». Но до этого было еще очень далеко. Пришлось начать со всей черновой работы. Мы начинали с ассистента третьей категории, потом поднимались. Ну, как в армии, в общем-то, аналогия такая почти одинаковая. Чтобы стать корреспондентом центрального телевидения, пришлось пройти все ступени. И это была лучшая школа из всех возможных. Начинали с 70-ти, оператор высшей категории получал тогда, вот я помню, у меня где-то было 250-270 рублей. Тогда это были очень приличные деньги. Ну, плюс к этому еще гонорар постановочный мы получали. В общем-то, это было весьма-весьма прилично по тем советским временам. Телевизионный процесс живого эфира во многом похож на театральное действие. Еще на заре телевидения, в далеких 30-х годах, перед выходом в эфир, передача, как и спектакль в театре, тщательно репетировалась. Актер вдруг мог изменить мизоцену. И ты уже за этой 350-килограммовой камерой должен был отъехать на нужную точку. И все это надо было учесть еще и по свету. Там была гигантская по периметру всей студии осветительная аппаратура. В общем, это было все очень интересно. И вот я ставил спектакль, детский спектакль. Там что-то о ребятах, пионерах, которые помогали партизанам, которые скрывались, местного автора пьесы, которые скрывались в керчицких катакомбах. И вот там была как раз очень интересная операторская задача. И задача по свету. Потому что показать ребят в катакомбах, то есть в пещерах, это надо было ставить вот такой вот точечный свет. С тубусами, с какими-то шторочками. Он долгие годы снимал для кино. Наблюдал, как постепенно процесс съемки становился интереснее, а камеры легче. Как весь мир начинал соревноваться в оперативности подачи материала. И поверьте, советские кинооператоры всегда были на особом счету. Событие, когда собиралось там по сотне операторов. И, наверное, один советский оператор был с кинокамерой. Все остальные уже снимали телекамерами. А мы снимали до сих пор на кино до тех пор. И мокрая проявка у нас была. Но проявка, правда, мы отправляли снятый материал в Москву. Там вся эта проявка шла. И снимали на кодеке. Там гарантированное качество, как правило, была замечательная пленка. И ко мне подходили действительно как к метру. Потому что там люди уже забыли, что такое мерить экспозицию. Думать о широте пленки, говоря фотографическим языком. В том же году он получит свою первую видеокамеру Сони Батакам. Я ассистентом работал на нескольких документальных фильмах. Там гигантские были кинокамеры синхронные, боксированные. То есть для того, чтобы не было... Там же камера шумит, сама мотор шумит. И вот для того, чтобы шума не было, чтобы микрофон не писал шум. Это был гигантский ящик килограмм семьдесят. Валерий Борисов отработал для Центрального телевидения полвека. Но даже для него выглядит чудом окончание соперничества между фотохимическим и электронным способами получения изображения. Нам для того, чтобы передать оперативное событие, надо было или, скажем, идти сигнал через спутник передавать с той же Латинской Америки. То есть обязательно надо было добраться до какой-то стационарной студии телевидения. В том же Грозном они выходили на спутник через установку Федеральной службы правительственной связи. Только так могли принять их сигнал в Останкино. Разбомбили Белгородский телецентр. И там осталась одна точка, откуда можно было отправлять материалы. Там выстраивалась такая очередь корреспондентов. Человек тридцать. Поэтому каждый раз там схватка шла за минуты. Там надо было... Вот тебе дали десять минут. Вот десять минут, и кровь из носа ты должен уложиться. Редко кому удается найти профессию, которая будет постоянно радовать, удивлять и дарить незабываемые моменты. Валерий Борисов и с будущей женой познакомился благодаря работе. Они тогда снимали материал о Рязани для клуба путешественников. Последний день съемки проходил на турбазе в Солочи. Финальные кадры пропагандировали светлую мысль, что вкусный чай лучше спиртного. Но об этом и не только смотрите уже в следующей программе. Мы покажем уникальные съемки из горячих точек и расскажем, как потерявшийся во время войны мальчик стал одним из лучших кинооператоров своей страны. Субтитры подогнал «Симон»!